Христос родился? Слава Христос! Христос воскрес! Воскресе воскресе! Слава Богу! Сегодня у нас воскресенье. Мы вспоминаем о Рождестве и воскресении, потому что Христос родился для того, чтобы умереть за нас и для того, чтобы воскреснуть из мертвых для нашего оправдания. И мы благодарны Господу за изобилие Его благодати. В пятницу мы пришли сюда для того, чтобы вспомнить о том, что Иисус смирил Себя, смирил до человеческого образа, до младенца и возлег добровольно в яслях вифленевских. И пророк Исаия, как это парадоксально не звучит, в 9 главе 6 стих, говорит, владелец родился нам. А попутно он подчеркивает, что нарекут ему имя, и в частности его имя такое, Бог крепкий, Отец Вечности. Это как нонсенс выглядит, но младенец является и Богом крепким, и Отцом Вечности. И мы сегодня благодарны Богу за то, что Он прославляется в нашем собрании. И мы не случайно слыхали эти песни о любви. Я не успел Сергеем накануне поговорить, он позже подошел. Но Бог свою любовь доказывает именно вот этим смирением до Бога младенца. А также и искупительной Голгофской жертвой, которая является ападеем божественной любви, которая говорит нам о том, что Он самопожертвенно отдал Себя на этот Голгофский крест. Мы сегодня слыхали, сестричка Амина нам напоминала о том, что Господь пастырь наш, и что мы овцы Его пастырь. И в этом контексте мы размышляем об Иисусе Христе, который стал ангелцем Божьим, который был казнен на Голгофе, с тем, чтобы стать начальником веры нашей и обеспечить нам вход в Царство Небесное. Дракон дьявол противодействует Христу. Мы читаем о том, что в 12 главе книги Откровения, что расшверлил дракон и вступил в брань с женой и с прочими от семени ее. То есть вот с теми, которые исповедуют Иисуса Христа, как возрожденные христиане Своим Господом и Спасителем. Дьявол не дает нам покоя, но он поражен Иисусом на Голгофе, и он постоянно поражается нами силой веры нашей в Иисуса Христа, рожденного, распятого и воскресшего из мертвых. Мы слышали много сегодня о звезде Рождества. И я хочу обратить ваше внимание на вторую главу Евангелия от Матфея, на следующие стихи. Сначала прочитаем такой вот отрывок из второй главы, с одиннадцатого стиха по тринадцатый. И войдя в дом, имеется в виду волхвы, вот эти вот мудрецы, в греческом публике Нового Завета они звучат как маги, как волшебники. Но это были мудрые люди, которые искали всем сердцем Господа Иисуса, и в конце концов, идя вслед за звездою, нашли его здесь. И написано, войдя в дом, увидели младенца с матерью, с Мариейю, матерью его. Слушайте, сначала идет младенец, а потом Мария. Мы слыхали сегодня песню о женщине-матери. Я думаю, это тоже не случайно прозвучало. Мы сегодня вспоминаем о Великой Матери, с большой буквы, о Марии, которая пришла на смену Еве. И Ева не устояла в истине. А Мария эту истину провозгласила. Сера, Ба Господня, да будет со мною по слову Твоему Господи. И вот она стала благодатным сосудом Божьей любви. И когда мы размышляем о своих сердцах, то в контексте того, что они становятся ясными для Бога-младенца, мы также благодарны Господу, что там происходит рождение, как это было в дни Рождества. Кстати, есть разница между рождением и Рождеством. Рождество – это глобальное, эпохальное событие, которое связано только с личностью Иисуса. С одной стороны, Сына Божьего, а с другой стороны, Сына Человеческого. Вот как свет. Рождество – это праздник света. Свет имеет двойственную природу. С одной стороны, это поток частиц фотонов, а с другой стороны, это волна. Он имеет волновую природу. Вот так и Христос. Он с одной стороны, Сын Божий, а с другой стороны, Сын Человеческий. И его человечество, его человечная сущность нисколько не уничижает его божественности. И вот мы видим, что эти волхвы пришли сюда для того, чтобы поклониться Иисусу. И они принесли ему свои дары – золото, ладо и смирно. И дальше читаем «Получи откровение во сне не возвращаться к Хирогу, иным путем отошли в страну свою». Когда же они отошлись, и ангел Господень является во сне Иосиф, и говорит «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет». Слушайте, опять младенец Иисус стоит на первом плане. Мария как бы в тени художника эпохи возрождения рисует. Марию грандиозную, а младенца маленького. А вот евангелие, евангелисты, Матфея, Лука, они говорят нам о том, что младенец, он отец вечности, с большой буквы. А Мария как бы в стороне стоит, но тем не менее они взаимосвязаны. И вот читаем, и говорит ему «Беги в Египет, и там будь, доколе не скажу тебе, ибо Ира хочет искать младенца». Чтобы погубить его. А ниже мы читаем еще один очень небезынтересный отрывок с 19 стиха. Во смерти же Ирака все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте. И говорит «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». И он встал, взял младенца и матерь его, и пошел в землю Израилеву. Вот я сегодня хочу особое внимание заострить на радости Рождества, которые мы уже слыхали. И когда-то ученики пришли к Иисусу и говорят «Господи, бесы нам повинуются, а Спаситель их поправил». Он сказал «Однако же не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но более радуйтесь тому, что имена ваши записаны». Нет, на небесах. Слышите, наши имена записаны в книге жизни. Как мы читаем в книге пророка Малахи, это последняя книга Ветхого Завета, 3 глава 16 стих о том, что у Бога есть памятная книга, а те, которые благоговерят перед именем Его и чтут Его, вот те, которые дают место в своих сердцах Богу, они получают место у Бога в небесах. И придет время, как брат сегодня уже упомянул, мы словно в домофон скажем «Господи, вот мы пришли, это будет либо в момент смерти, перехода в Весницы, либо когда Христос явится за церковью, и он скажет «Хорошо, добрый верный раб, войди в то место, которое для тебя приготовлено, потому что он, как пастырь добрый, знает своих овец по имени». И он сегодня нам особо напоминает об этом. Мы в пятницу вспоминали о том, что правильнее праздновать Рождество именно в конце декабря. Не потому, что Христос родился в декабре месяце, а потому, что в IV веке римский император Константин, когда христиане по численности были только 10% тогдашней громадной римской империи, уверовав во Христа и убедившись в силе Христа, Пожидал и всю империю, подобно княжу Владимиру, славянскому княжу, киевскому Владимиру, пожидал всю империю евангелизировать. И вот, поскольку у людей было очень много язвичества в сердцах и в обрядах, он приказал в День Солнца, связанный с зимним солнцестоянием, языческий праздник, заместить, или есть такое понятие, сублимированным, праздником, связанным с личностью Солнца правды. Как мы читаем в Малахии, у того же пророка, в 4 главе 2 стихе взойдет Солнце правды, исцеление в лучах Него. Вот этим Солнцем правды является Иисус Христос. Мы отражатели Его Божественного Слова, как Слово с большой буквы, которое стало плоти, обитало с нами полное благодати и истины. Вот мы отражаем это Слово, как Луна, отражая свет Солнца в ночное время. В этом наше предназначение, это наша задача и наша функция, если хотите. И вот представьте себе, дорогие друзья, что Господь распространяет свет познания о славе Христа, о котором написано в послании к евреям, 1 глава 3 стих, что сей здесь сияние славы в том мире, в котором мы живем. И мы предопределены, предназначены к тому, чтобы свет этот распространять дальше. Мы не имеем собственного света, но мы заимствуем его от Христа. Этот свет мы берем у Христа и, преображаясь в его образ, в его славу, несем тем людям, с которыми мы соприкасаемся. Это и рождественский свет, и пасхальный свет, это и рождественская радость, и пасхальная радость. Есть такое понятие гедонизм. Гедонизм – это склонность к развлечениям и к удовольствиям. Сегодня многие увлечены гедонизмом. Спиртное, наркотики используют для того, чтобы веселять свои сердца. А Бог говорит, что это приходящая радость. Она всеверудная, она быстро заканчивается. Настоящая радость там, где люди осознают значение Рождества Христова и Его победоносного, триумфального воскресения из мертвых. Вот эта вот радость необходима нам сегодня. И эту радость мы получаем из Слова Божьего. И в свою очередь, как эстафету, распространяем в этом мире. Христианские аюста прославлят должны Христа. Как мы читаем в 103-м псалме. Да будет Господу слава во веке. И вот эту вот рождественскую песню «Слава Вышней Богу», вот эту вот осанну мы несем в мир, который славит сегодня не по тем адресам, и не всегда того или тех, кого надо. Господь зовет нас к тому, чтобы мы были просвещены Его светом рождественским и сосредоточены на прославлении Господа Иисуса Христа, который единственно достоин всей славы, всей полноты этой славы. Вифлеем – это значит дом хлеба. Именно оттуда произошло истинное пшеничное зерно, о котором мы читаем в Евангелии, которое, павши в землю, умерло в дальнейшем, чтобы стать предпосылкой для рождения Церкви Иисуса Христа, для нашего рождения в жизнь вечную. Мы благодарны Богу за то, что Он открывает нам эту величайшую истину. Александр Глиберг, у которого есть псевдоним Саша Черный, когда-то так написал в Яслях, «Спал на свежем сене, тихий крошечный Христос, месяц вынужден истеки, гладил лев его волос». Замечательная стихия, очень образная, яркая картина. А вот Алексей Константинович Толстой так пишет, «Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила, любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком голдов видит пред собой». Картина так и называется, это, Мадонна Рафаэля. И вот по мотивам этой картины звучит это стихотворение, поскольку поэзия – это есть стихи, которые слышат, образы картины, которые слышат. Настоящая поэзия всегда должна звучать, звучать ярко, звучать убедительно. Как мы и сегодня слыхали, множество стихотворений здесь прозвучало, где сконцентрирована была глубокая мысль в образной яркой форме. И когда мы размышляем о Матери Иисуса Христа, мы благодарны Богу за то, что Он избрал этот сосуд своей благодати, и вместе с тем мы благодарим Бога за то, что каждый из нас, присутствующих здесь тоже, является носителем Иисуса Христа в своих сердцах. Некоторые представляют, что Он только снаружи, что Он был когда-то в определенное историческое время, но Библия нам объясняет, что вера им должна родиться Христу в сердцах наших. И вот тогда Он там начинает возрастать возрастом Божьим, совершенного мужа. И мы радуемся этому. Некоторые специалисты предлагают единицы радости обозначен как Геддон. Определенное количество Геддонов вот дает, скажем, чтение хорошей ледературы, или там получение удовлетворения и какого-то возвеселения своего сердца об употреблении любимых блюд. Кто-то, может быть, музыку слушает, особенно молодежь этим увлечена. Они буквально не слышат ничего. В их душах постоянно содержатся провода, которые транслируют им внутрь музыку. Кто-то от того, что ему подарили новый планшет, несказанно возрадовался, или смартфон. Слушайте, сегодня очень много поводов до радости у людей. Но эта радость непостоянная, нестабильная радость и несовершенная. Совершенную радость может дать только осознание того, что ты не живешь на земле временно, а то, что ты в будущем предопределен к вечной жизни. И причем к вечной жизни со знаком плюс. Прекрасывал нас в книгу креста долговский, крест Иисуса Христа. И когда мы размышляем об этом, сердца наши наполняются несказанным восторгом. Как сердца поступков, которые услыхали ангельскую проповедь, говорящего вот этого божьего вестника о том, что ныне родился вам спаситель, который есть в Христос Господе, указывает им место, где Его можно найти, где с Ним можно встретиться. Вот мы сегодня не случайно пришли в молитвенный дом. Мы пришли по определенному поводу для того, чтобы снова встретиться с Христом, поблагодарить Его, для того, чтобы услышать живое Слово, которое является бальзамом для наших бессмертных душ. И вот Господь Иисус Христос сегодня пребывает в нашем собрании. Как некогда Он, будучи Духом, стал Словом, точно так же и в наших сердцах Он, являясь по Своей сущности Духом, становится, я бы сказал, плотью, с тем, чтобы нам показать путь к нашему спасению. И мы обретаем некую вербальную, пересловесную, вот такую характеристику для того, чтобы проповедовать Иисуса Христа, для того, чтобы провозглашать эту добрую весть Евангелия, о том, что Он пришел к нам, как к Своим. И мы не ответили Его, как написано о тех, к которым Он пришел 2000 лет тому назад. А мы приняли Его. И мы читаем у евангелиста Иоанна в первой главе, о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадными Божьими. И мы благодарны Богу за то, что мы имеем эту власть. Слышите? Хотя волки вокруг овец всегда скитаются. Они любят овец поглощать, как коты мышей. И надо сказать, что Господь сегодня показывает нам на одного из этих волков по имени Ирод. Это прототип сатаны. Это личность, которая действовала в то время в таком антихристианском духе. Его задача была уничтожить Христа. И с этой целью он пошел даже на то, чтобы две тысячи младенцев и приемских уничтожить. Это история старой дамы. Тысячи четырнадцать грошек убили. Глаз в раме слышал и плачки рыдания, горько скорбящие о детях Рахиле. Плач иудея, провинция римская плач, об убитых невинно младенцах. Кто исцелит эту скорбь материнскую? Это разбитое в дребезги сердце. Души детей выполняют задания ироды бьют атеизма мечами. Волос Рахиле и наши рыдания соединяются в общей печали. Детским сердцам беззакониям раненым враг подчиняет смертельную травму, вновь выступает во вретище травмы. Профиль Рахиле на улицах рамы. И если бы только на улицах рамы мать скрыла свои дела. Сколько сегодня мы видим матерей и скорбят по поводу убитых их сыновей и на фронте там, а также и убитых дьяволом, наркотиками, алкоголем и другими средствами. У сатаны способов уничтожения много, потому что его задача украсть, убить и погубить. Украсть веру и убить бессмертную сущность человека, которая нацелена к Богу. И мы видим, какая трагедия сегодня. Он пытается в сердцах убить. В зародыш веры, зародыш истины, зародыш правды. Но благодарение Богу за то, что Христос сошел на землю для того, чтобы нас поднять до высоты богоподобия, для того, чтобы нам дать счастье вечности. И Бог сегодня это нам открывает. Есть два понятия. Есть открытие, а есть откровение. И вот мы читаем о том, что эти волхвы получили откровение. Слышите? Откровение получили нестандартным способом. Посредством сна, сновидения. И отец Иосифа, и отец Иисуса Иосиф тоже получил откровение во сне. Обратили внимание на это? Мы можем прочитать в книге Иова в 33 главе с 15 по 18 стихи о том, что когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда Он, то есть Господь, открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвезть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвезть душу его от пропасти и жизни от поражения мечом. там, если мы выше почитаем в этой 33 главе, оказывается, что не сразу Господь приведает к сновидениям, с тем, чтобы человека правильным образом зарегистрировали. Человеку дается прежде всего Слово Божие. И мы сегодня много слыхали о том, что звезда вифлеемская, она не была просто какой-то светоносной ангельской личностью. Она, по большому счету, это Слово Божие, это Божье откровение. И мудрые волхвы исследовали священное писание, исследовали в них числа в 24-й главу, где Волан пророчествовал. Вижу, что восходит звезда Теакова, вижу, он не близко. Он видел глазами веры, слышите? Прозревая глупь тысячелетий. Сегодня, говорят, надо больше изучать светила в контексте знаков Зодиака, гороскопы публикуют и изучают, астрологией увлекаются. Одним словом, голода, одним словом, увлекаются гадания на звездные гущи, что священное писание не только не приветствуют, но и осуждают. В результате люди получают дезинформацию. А информация только в слове Божьем. И вот Господь нам напоминает это через Духа Святого. Мы читаем титул, 1 глава 11 стиха, о том, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И дальше там по тексту идет научающая нас правило, здраво, благоразумно, целомодренно, жить в нынешнем веке. Благодать Божия не только спасительная есть, но и научающая через Духа Святого, через Слово Божьего. И вот мы видим эту звезду, которая вела их туда-туда нужно, где был Иисус Христос. Волхвы пришли к месту, где был владелец. Это были уже не ясно, они долго шли, где-то порядка около года. Звезда пришла к лачуге скромной, закончил путь по небу длинный, нашли владельца астрономы в незрачной хижине из Глины. Я удивляюсь это ей перед беспомощным младенцем Христом, родившимся в пещере, склонившим голову и сердце в бывшем Берусалиме, где царь, дворец Алифлием в избе построили из Глины вельможи стали на колени. Звезда Божественного Слова. Обетование звездных небов. Нас Вифлием ведите слово в так называемый дом хлеба, туда, в Рождественские ясли, где новорожденный Висия сверкает, как христальный яск и так привлекательно, красиво. Дай Бог всем верующим сердцем, стремясь к смирению неуклонно, достичь свидания с младенцем, как мудрецы из Вавилона. Но если человек игнорирует Божьи предостережения, Божьи увещевания, Бог посылает ему и такой способ вразумления, как сон, сновидение. Это не значит, что сны надо толковать, с нами надо увлекаться, как Зирбунг Фрейд предлагал, апеллируя к ниж этажам человеческой природы свои толкования сновидений. Кто-то, комментируя его, в частности, полтурье, сказал, что бывают автомобили, у которых ведущими колесами являются передние, а бывают автомобили заднеприводные. Задние колеса у них ведущие обеспечивают движение автомобиля вперед. И люди тоже бывают разные. Вот есть те, которые имеют духовные вот такие вот характеристики для движения вперед, а есть те, которые какие-то задние используют механизмы для движения. так вот оказывается, что человеческая личность должна быть в контексте послушания воли Божьей и Слову Божьей. И если наш дух зажигается от этого огня, то Господь благословляет нас видеть верою вот то, что нам предопределено. Верой, которая отслышанной, отслышанной от Слова Божьего, не от видения. Сегодня кто-то, знаете, предпочитает телевизоры, там планшеты, смартфоны, входит в интернет, ищет там дерево познания добра и зла, ищет информацию, которая, между прочим, бывает слишком односторонней и зачастую лживой. А источник живой воды, Слово Божие, оставили живой. Предпочитает ему какие-то человеческие источники знаний. Как Ева когда-то и Адам, когда они отпали от благодати Божией и лишились райского общения с Господом. И вот представьте себе, у них и сны такие формируются. Эти люди, вместо того, чтобы получать от Бога откровения, они получают кошмарные сновидения. В результате их преследуют всякие инопланетяне, всякие воры, бандиты, разбойники. Они спасаются, скрываются, просыпаются в холодном плоту. И как можно сказать о том, что подобного рода сновидения являются благодатными и полезными? Мы читаем в Слове Божьем о том, в частности в книге Деяния Апостолов, что в последние дни издъют Дух Мой, говорит Господь, и юноши будут видеть видения и старцы сновидениями вразумляем в воду. А сегодня можно сказать о том, что христианские юноши видят видения от Господа исходящие или что старцы сновидениями вразумляем если им что-то и смится как только может быть продолжение тех телевизионных сериалов, на которые они бесшапасно тратят время, смотря все подряд. И так его немного этого времени нам в жизни дано. А если еще его тратят на подобного рода увеселительные вещи, на жевательную резинку для глаз, как они телевизор в современной телевидении, то сами понимаете, отпадает от этих овец желание поглощать калорийную вкусную духовную пищу. Они уже перенасыщены тем, что вредит безмертной души. И как Бог достучаться до сознания этого человека. И вот Бог использует тогда крайние средства и пути, и варианты вразумления людей, чтобы они получили от него откровения. И мы видим, что древний патриарх Иосиф толкует сон, который надо понимать прежде всего символически, образно. Или, скажем, на выходе Моцар видится книга Руко Даниила. И там тоже рисуется будущее в образах. Скажем, голова этого истукана, это золотая врача голова, это тогдашняя Вавилонская империя, серебряные в грудь и руки это Миноперсидское государство, бронзовое чрево это Греческая империя, железная более Рима там есть, прописаны там при переходе из тукана с вертикального в горизонтальное положение, прописаны современные демократические государства, все было открыто символически, образом, в будущем, которое случилось много позже. Господь желает, чтобы мы проникали в Слово Божие, чтобы мы вразумляли Словом Божиим, вот этим чистым словесным молоком, и не обращались к сомнительным источникам истинным. И сегодня мы хотели бы, чтобы эта вера наша происходила от Слова Божьего. Мы читаем книги Экгезиастов в пятой главе второй стих. Сновидения бывают при множестве забот. Вы знаете, сегодня некоторые покупают сотники или читают их, и там находят какое-то ключевое слово и пытаются выяснить, что ему во сне приснилось. Если этот сон, конечно, запомнили. Но я хочу еще раз сказать, что сновидения бывают при множестве забот, как это мудрый Экгезиаст заметил. И, естественно, эти люди позже уясняют, что эти сны, которые они получают, которые рассчитывают как на откровение, они, по сути дела, являются продолжением их суетной жизни, пустой жизни или того, что они просмотрели. Мы читаем Экгезиастов в пятой главе в шестой стих. Во множестве сновидений много суеты. Поэтому нам не нужно увлекаться этими пустопорожними толкованиями снов. А нужно прислушаться к тому, что говорит нам Библия. Единственный источник Божественной истины, крестально чистый источник. Потому что иначе будет духовный сон в жизни, а потом и сон смерти, а потом и смерть вторая, есть такое понятие. Кстати, смерть и сон очень тождественные друг другу являются. Господь хочет, чтобы мы жили. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Мы в страницах Библии встречаем вот такие моменты, когда в порядке большого исключения для того, чтобы особенным, благодатным образом повоздействовать на некоторых людей, Господь посылал им сновидение. И мы читаем Бог говорит человеку однажды, а если того не заметят, в другой раз во сне от ночного бедения, когда сон находит на людей, чтобы удалить то, что не нужно, то, что является вредоносным для человека. Вспомните жену Киланка, которая присылает своему мужу записку, и в этой записке написано, что не делай зла праведнику сему, бы я во сне много пострадала за него. Это тоже был прородческий сон. Мы знаем, что есть люди, которые занимаются научной деятельностью. Скажем, вот, Дмитрий Менделеев, он серьезно занимался вопросами периодических таблиц, и никак ему не удавалось увидеть систему. И в конце концов ему приснилась эта таблица. Или Химик, тем более был такой, он увидел формулу бензола, опять-таки в образной форме, вроде змеи, он потом нарисовал эту формулу. Занимались этими проблемами, работали над этим. И им сновидения так и являлись. То есть их мозг, он в конце концов выдавал эту информацию в окончательном варианте, но опять-таки это связано с тем, что люди стремились получить какую-то истину, познание этой истины. То же и в нашей жизни. Если мы будем устремлены к Богу, то Господь будет открываться нам. Это не просто открытие, это откровение. И прежде всего через слово. Это слово будет светильником ноги нашей, как эфриенская звезда вела молхву. Это слово будет правильно ориентировать нас в жизни. А если мы иногда бессюрственными становимся, или игнорируем какие-то божьи указания, то в этом случае Господь может и использовать сновидения и сны. Но это я еще раз хочу сказать в порядке большого исключения. Много таких снов видели на страницах Библии, об этом нам говорится великие мужеверы. Но в данном случае мы читаем, что Господь просвещая волхвов, которым грозила смерть, поскольку Ирод был лукав и товарем. Он сказал, пойдите, найдите этого владельца, поклонитесь Ему, потом проинформируйте Меня, я тоже хочу сделать то же самое. Господь предоставил тех людей, которые искренне стремились к Богу, к Иисусу Христу. И вы знаете, Он и сегодня так же делает. Лукавые люди, которые ищут Христа с тем, чтобы навредить Ему и Его Святой Церкви, они не получают удовлетворения своих амбиций. А те, которые устремлены ко Христу искренне, они получают ответ на свои молитвы, на свои поиски. И мы читаем, с кем не бедствуют и терпят холод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Ищите только, когда Он близко, ищите искренне, и вы получите ответ, и вы его найдете. когда-то знаменитого шатанского врача, ученого Джеймса Симпсона, который открыл два вещества для обезболивания, эфир и хлорофор, спросили газетчики, скажите, пожалуйста, какие два великих открытия вы сделали в своей жизни? Он их поразил своим неожиданным ответом. Он сказал, открытие первое, это не эфир, а это мое осознание того, что я великий грешник. Открытие второе, это не хлорофор, а понятие мое о том, что Иисус Христос мой личный спаситель. Вы слышали? Личный спаситель. Вот некоторые сегодня говорят о Христе как о спасителе в общечеловеческом плане, который был когда-то и весь мир спас. Но могут ли они сказать о том, что Иисус Христос является личным спасителем каждого из нас. Слово Божие нам объясняет, что вы должны увидеть в нем своего личного спасителя. И это не просто открытие, а откровение станет достоянием нашего сердца и нашей жизни. Вот почему Господь сегодня использует разные пути, разные способы разумления человека, воздействия на него с тем, чтобы человек понял, чего хочет от него Господь, чтобы он увидел волю Божью, благую, угодную, совершенную в своей жизни, чтобы человек, может быть, иногда разумляясь через страдания, через болезни, через стихийное бедствие, через войны и несчастные случаи, приблизился к нему. Господь таким образом пытается достучаться до нашего сознания. А мы не должны благодарить Бога и увидеть это самое важное, самое главное в нашей жизни и осознать, что цель и смысл нашей жизни Христос, как апостол Павел когда-то сказал, он был очень высокообразован человеком, он много знал языков, но он сказал, для меня жизнь Христос, слушайте, вот так вот сузить свой кругозор до одной точки, и эта точка Иисус Христос. Для меня жизнь Христос и смерть в ракурсе познания Христа это приобретение. Смерть, распятие моего я, моего эгоизма ведет меня к приобретению Иисуса Христа и всего того, что связано с Ним, потому что Он Царь Небесного Царства, а если Он будет в моем сердце, я приобретаю и координаты этого Царствия, праведность, мир и радость во Святом Духе, то есть вера, любовь и надежда, которая практически выражается в праведности мира и радости. Вот это составляет сегодня параметры Царствия Небесного, которое укладывается в рамки нашего сердца. Есть ли Христос в нас? Если мы по вере нашей принимаем Его нашим сознанием и нашим сердцем, если Он становится целью и смыслом нашей жизни. Много ли мы думаем о Христе? Я хотел бы, дорогие друзья, чтобы мы сегодня еще раз приостановились, у этих мифриемских язв и поразмышляли о том, насколько Бог приоритетен в нашей жизни. Насколько мы часто вспоминаем о нем. И не только в контексте утренней, краткой молитвы, Господи, благослови, вечерней, Господи, пошли мне тихий дом и сон. А если мы думаем, о нем постоянно и каждый день думаем, ну как Его прославить еще? Чем еще Его прославить? Каким образом поблагодарить Его за то, что Он сделал для меня? Крест измеряется ответным, ответным крестом. И жертва, которую Он принес за нас, требует от нас ответной жертвы. То есть отдать их всех наших способностей, всего времени, самих себя на болтах служения Господа. Пусть Господь Иисус Христос, рожденный в яснох и фельемских и умерший на Голгофском кресте имене царствующих станет для нас приоритетом номер один в нашей жизни. Будем искать Его и Царствие Божие. Он когда-то на гордой пропаганде такую программу жизни нам дал. Ищите же прежде Царствие Божие. Это 6 глава Матфея, 33 стих. И правда и это все, все остальное, все радости этой жизни приложатся вам. Говорит Боговдохновенное лицо. Полнота радости пред лицом твоим. Он дает нам всякую полноту, в том числе и полноту радости. Не прав тот, который говорит, что христианство лишает человека радости. Оно дает ему радость и счастье и настоящей жизни, и вечной жизни. Слава за это Иисусу Христу! Слава вовеки веков! Аминь!